Она призвана спасать тысячи жизней ежегодно. Так говорят создатели о своем детище аварийной системе оповещения AeroGlonass. Принцип работы таков. При аварии установленное в автомобиле бортовое устройство подает оператору сигнал SOS и передает важные для определения серьезности происшествия данные. Количество пристегнутых пассажиров, вид топлива, точные координаты места происшествия и даже вин автомобиля и его цвет. При этом вмонтированные в устройство микрофоны позволяют оператору поговорить с пострадавшим или как минимум услышать, что происходит в машине. Данные передаются по интернету в виде СМС или через спутник. Если факт аварии подтверждается, оператор адресует сигнал спасательным службам. По предварительным расчетам и по первым тестам, замерам, время прибытия спасательных служб сокращается на 30%. Если говорить о реальных тестах, которые приходилось видеть, в 3-4 раза быстрее могут доехать, если все работает как нужно. Система Эреглонас была запущена в 2015 году. За последние 13 месяцев операторы экстренной службы оповещения обработали свыше 127 тысяч вызовов. Более 400 из них закончились выездом к месту ДТП спасателей. Сегодня к Эреглонас подключены почти 170 тысяч автомобилей. Ожидаем, что количество транспорта, прирастающего ежемесячно, будет колебаться в районе 50-60 тысяч ежемесячно. Вот соответствующие цифры. Вы можете предполагать, что порядка 600-700 тысяч единиц транспорта на конец 2017 года будет обслуживаться системой и будет оснащено соответствующим оборудованием. Эреглонас должны быть оборудованы все вводимые в обращение автомобили. И не только вновь сошедшие с конвейера. Нововведение касается и поддержанных авто, возимых из-за границы. Автомобили, не оборудованные данной системой, не будут получать паспорт транспортного средства и, соответственно, не будут допущены для участия в дорожном движении на территории Российской Федерации. И российский автопром, и зарубежные автопроизводители к новым правилам оказались готовы. Новые модели «Лады», «Веста» и «Экс-Рей» во всех комплектациях означаются системой еще с прошлого года. Осенью 2016-го в Архангельске появились и люксовые иномарки с кнопкой «СОС». У официального дилера «Тойота» в Архангельске первым автомобилем, который оснащали системой «Глонас», стал «РАВ-4». Данные автомобили поступили в продажу уже примерно с ноября месяца и стали оснащаться этой системой. Представляет он из себя кнопку, пульт управления, которая находится в центральном плафоне подсветки салона. Наша съемочная группа не смогла отказать себе в удовольствии нажать на красную кнопку. Сигнал уходит на пульт управления оператора. Сейчас мы ожидаем ответ. На сегодняшний день система «Глонас» бесплатна для пользователя, но в будущем могут добавиться коммерческие опции. Так, например, система может научиться подсказывать вам о наличии торговых центров или заправках неподалеку. Но это, конечно, дело не ближайшего будущего. До конца 2017-го года «Глонас» в первую очередь предстоит проверка на прочность. Ирина Евшина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.